Hey, welcome to JobSchool! Приветствую всех в школе Джобса! Меня зовут Дастан, I'm Дастан. И в этом видео мы с вами поговорим о том, как правильно смотреть фильмы на английском. То есть, что я имею в виду под этим? У вас было такое чувство, когда вы начинаете изучать английский, и вам сразу же говорят, учи английский по фильмам, смотри фильмы, и у тебя будет отлично английский. Я, с одной стороны, согласен с этим, с другой нет, потому что вы начинаете смотреть фильм на английском, и вы не понимаете ничего. У вас было такое чувство? Что же мы будем делать с этим? Конечно же, нужно определить ваш уровень, чтобы фильм был не только интересен, также полезен для изучения. Давайте же начнем наше видео. Мы сейчас разделим цели по уровням в английском, которых несколько. От начинающего, то есть beginner, до продвинутого, advanced. Начнем сначала. Если вы только начали изучать английский, старайтесь смотреть простые и небольшие видео. Мультсериал Мази, к примеру. Не более 5 минут. А вот для чего. Первое. Закрепить выученные вами слова. То есть услышать, как они звучат в речи. Второе. Пополнить словарный запас. Смотрите мультфильмы и старайтесь предугадать, что они хотят сказать по контексту или по интонации. В этом этапе вам главное привыкать к звучанию языка. Понимание каждого слова не самое главное. Если вы дошли до уровня Elementary, вы можете добавить еще одну цель. Понять построение слова в английском предложении и как используют простые времена в английском. Я думаю, эта цель достижима с помощью сериала Extra, который вы можете посмотреть на сайте puzzleenglish.com. Сериал британского производства, сделанный специально для изучающих английский, так что герои говорят четко и медленно. Рекомендую. На уровне Pre-Intermediate вы можете перейти к простым фильмам и сериалам. Цели остаются те же. Однако, если вы смотрите фильм, не старайтесь понять каждое слово, пытайтесь понять общий смысл и записать не менее 10 новых фраз из фильма или сериала. Здесь можно выбрать сериал Two and a Half Men. Вы не только подтянете аудирование, но поднимете себе настроение просмотром. Если у вас уровень Intermediate, добавляйте две новых цели. Первое. Развить умение Listening. Второе. Изучать разговорный английский. Для улучшения восприятия речи на слух полезно смотреть видео небольшими кусочками. Смотрите интервью звезд. Как они отвечают на вопросы. Это, конечно же, поможет вам в разговоре. Вы увидите, как некоторые слова и выражения повторяются снова и снова. Если у вас уровень A по Intermediate и выше, здесь можно выбирать практически любые фильмы и сериалы. Важно помнить, какова цель просмотра. Не просто смотреть, а работать с фильмом. Надеюсь, вам понравится молодежный сериал Glee, в котором не только присутствуют интересные фразы и диалоги, а также песни. А для ценителей британского акцента, конечно, рекомендую сериал Sherlock. В начале лучше всего смотреть фильмы с английскими субтитрами. Таким образом, если вы не услышали какое-либо слово, его можно вернуть и посмотреть перевод. Очень удобно смотреть сериалы на сайте puzzleenglish.com, так как там не только собраны сериалы и всевозможные видео с субтитрами, но также есть и специальная функция. Если навести мышкой на слово, сразу же появляется его перевод и значение. Вы даже можете занести слово в личный словарь. В целом, для обучения одного часа в сутки вполне достаточно. На сайте есть известные сериалы на английском языке. И качество видео очень хорошее. А на этом видео подходит концы. Если вам понравилось, обязательно напишите в комментариях, какие фильмы и сериалы вы любите смотреть на английском. И также обязательно заходите на сайт puzzlemovies.com. Вы там можете смотреть фильмы с двойными субтитрами. То есть, как я сказал, вначале смотрите двойные субтитры, потом поменяйте на английский. И в конце, конечно же, смотрим без субтитров. Это будет намного полезнее и интереснее, конечно же, для вас. А мы увидимся завтра. See you tomorrow. Bye-bye.